Здравствуйте, друзья! Сегодня мы беседуем с ректором Невиномысского института экономики, управления и права Легом Анатольевичем Мазуром. Тема нашей беседы — дефицит рабочих рук. Если это более научно сказать, как правильно будет правильно сформулировать тему, скажите, пожалуйста. Я думаю, что она сформулируется очень просто. Нехватка рабочих в России для нормального развития производства. В чем причина нехватки рабочих в России? Ну, самое существенное — это в том, что у нас, к сожалению, мало населения. Могут возразить 142 миллиона человек. Немало. Самая крупная в Европе страна по населению. По территории, само собой, самой крупной в мире. И тут не хватает рабочих. На самом деле, на территории нашей страны нормально могли бы жить более 300 миллионов человек. Недавно президент России сделал такое замечание, что ли, заявление, что если бы некоторые события в истории, то 500 миллионов человек могли бы жить на территории нашей страны. Правда, он не конкретизировал на территории нашей страны, в смысле России в нынешних границах, Российской Федерации. Либо на территории нашей страны, которая охватывала всю территорию Советского Союза. Очень спорное, конечно, утверждение о том, что из-за этих исторических событий не 500 миллионов, а 142. Или если взять со странами, которые входили в Советский Союз, то больше. Конечно же, не из-за этих событий. Если бы не было Великой Октябрьской революции, не было бы индустриализации, не было бы коллективизации, не встретили бы врага всей мощью социалистической экономики, то, скорее всего, вообще могло не быть нашей страны в принципе. И население нашей страны тоже могло не быть. Вторая мировая война все равно была бы, потому что она произошла по причинам эпилетических противоречий. И фашизм был бы. А вот отпор такой, как дал Советский Союз, конечно, капиталистическая Россия не смогла бы провести. Отпор и победы бы, конечно, не было. Но это вопросы, скажем, истории, так называемой альтернативной истории. А у нас вопрос о численности населения. У нас просто-напросто мало жителей. 142 миллиона человек, ну плюс-минус там по статистике. Это сопоставимо с такими странами, как Пакистан, Бразилия, Индонезия, Вьетнам, которые занимают гораздо меньшую территорию. У нас и огромные территории, огромные задачи по сохранению нашей страны, в том числе от потенциальной внешней агрессии. И, кроме того, экономика может сейчас развиваться, при том, что созданы мощные экономические образования, численность населения где-то от 300 миллионов и выше. Не случайно страны европейского содружества, они объединяются, они не внутренние противоречия огромные, но они все равно объединяются. И когда рассказывают о том, что развалится ЕС, ну не развалится. Ну кто-то там, там разные тенденции, там Великобритания отошла, но остальные-то страны остаются. Потому что необходимо не просто рынок там в 300-500 миллионов человек, нужна экономика, единая экономика 300-500 миллионов человек. Почему, одна из причин, почему Китайская Народная Республика так поднялась экономически, это огромное население. И когда они несколько десятилетий тому назад стали ограничить рождаемость одним человеком в семье, одним ребенком в семье, на взгляд уже многих ученых, это была ошибка. Этого нельзя было делать. Сейчас испытывают определенные проблемы серьезные с населением, со старением населения. Экономика способна обеспечить, современная экономика, экономика, которая развивается, способна обеспечить еще сотни и сотни миллионов человек. Когда население Земли было 1-2 миллиарда, многие думали, что это там, рост дальнейший невозможен, Земля не выдержит. Сейчас 7-8 миллиардов Земля выдерживает. Тяжело, конечно, но при планомерной организации производства, оно бы, конечно бы, экономика развивалась более экологически, было бы более чистое производство, правильное размещение производства. А что самое важное для экономики? Самое важное для экономики наличие рабочих и, конечно же, инженеров, конечно же, и управленцев. Но в основе, ядром, основой экономики являются рабочие. Идут разные споры. Часто можно услышать такие разговоры обыденные, что нет рабочих в России. Откуда вы там видели, где вы там видели рабочих? Но я в таком случае говорю, я живу в городе Невиномысске, это промышленный центр Юга России. У нас много рабочих. И не только у нас. Кто добывает газ, кто обеспечивает производство горючего, кто строит, кто перевозит. Это рабочие делают. И рабочих у нас в стране, ну, по разным подсчетам, статистика не очень уважительно, к сожалению, относится к рабочим. Нынешняя современная статистика. 25 миллионов человек. Но для России этого мало. Нужно примерно в полтора раза больше, а то и в два раза больше рабочих. Кажалось бы, парадокс. Капитализм в России. Должна быть безработица. Она есть безработица. Безработица – это несбежные свойства и последствия развития капиталистического производства. Потому что растет органическое строение капитала. Что это значит? Это значит, что по мере развития технологии, по мере развития производства, на каждого рабочего приходится все больше и больше средств производства. Станков, оборудования, зданий, сооружений по стоимости. И по мере развития, опять же, производства, увеличение производства. Из-за этого происходит, из-за изменения технологий происходит увеличение производительности труда. И часть рабочей силы выталкивается из производства. Но это если оставаться на том же уровне. То есть где-то технология развивается, в других местах не так развивается. Вводится, так скажем, на рынок труда, где купля-продажа рабочей силы. И если экономика развивается нормально, то этот избыток, часть его поглощается другим производством. Но постоянно, так как эта тенденция к росту органического строения капитала постоянно воспроизводится, то значительная часть рабочих и других работников оказывается безработными. Это и выгодно капиталистам. Это происходит объективно, но это и выгодно капиталистам. Это позволяет понижать цену рабочей силы. Давление определенное оказывает. И, казалось бы, откуда? Мы утверждаем, что у нас нехватка рабочих в России, недостаточное количество рабочих. А и безработица. Обыденное сознание никак не может понять, как это вообще сочетается. Только рассматривая противоречия, позволяет понять, что оно объективно действительно так. Это два движения в одном. И безработица есть. И есть недостаток рабочих рук. Для развития производства сейчас нужно значительное количество рабочих, которые сконцентрированы в том месте, где хотят новое производство построить. А в России недостаточно. Разве можно сравнить ситуацию в Китае с рабочими, с потенциалом получения рабочих рук и в России? Капиталистическая Россия привлекает иностранных инвестиций. Это вот просто мечта так называемых либералов. Это получить много-много инвестиций иностранных. Сравните иностранные инвестиции в социалистический Китай и капиталистическую Россию. Учитывая, что даже население в 10 раз отличается, но не в 10 раз меньше в России. В России просто мизер иностранных инвестиций по сравнению с тем, что идут в Китай. Почему? Там есть рабочие руки, там есть рабочие, там идет подготовка рабочих. Там серьезный потенциал еще получить рабочие руки за счет внутренней миграции. У нас такой потенциал очень слабый. Сейчас правильно поставили задачу развития Востока нашей страны. Эту задачу и раньше ставили. И сейчас ее ставят своеобразным образом. Тот дальневосточный гектар предлагали. Странная инициатива достаточно, потому что на гектаре нельзя вести экономическую деятельность. Я вообще не представляю, что можно вот открыли карту, отметили, вот я здесь хочу иметь этот гектар. Ну и что? В лесу, где там? В пустыне, на берегу реки. Дальше что? Где инфраструктура, где коммуникации? А зачем, во-первых? Вырубить лес и все? Получить гектар, вырубить там лес? Конечно, такая идея, она просто, ну, она, наверное, глуповатая, прямо скажем. Сейчас еще одна идея. Пять городов-миллионников, ну или хотя бы там тысяч по пятьсот построить в Сибири на Дальнем Востоке. Но это ж, наверное, не так делается. Давайте вспомним, как это делалось в Советском Союзе в 30-е, 50-е годы. И потом еще по инерции в 60-е, в 70-е было такое. Есть единый народно-хозяйственный план. Есть план размещения производительных сил. Производительные силы доходят из зданий, из сооружений. И производительные силы, основной производительной силой, главной, является человек. Является рабочим, рабочий е, совокупный рабочий, все правильно говорят, совокупный работник, все правильно говорят. И вот был план размещения. Он делался на 20 лет вперед, а то и больше. А так вот оставить города-миллионники, рядом с другими городами, попытаться, и туда привлекать какими-то печенюшками, чтобы приезжали чем-то, ну не получится это без производства. Нужно развивать производство. Хорошо, с этим согласятся почти что все. Развивать производство, а где рабочие для этих производств? Ведь миграция у нас до сих пор продолжается, миграция с востока на запад. Вот это стихийное, в большей степени стихийное развитие капитализма в России после контрреволюции, которая произошла в нашей стране, установление капиталистического производства, капиталистические производства к отношению, это, конечно, привело к тому, что несколько городов выкачивают из регионов миллионы и миллионы человек. И вот одна еще одна из причин того, что не хватает рабочих рук там, где есть производство. Производство в основном сосредоточено не в Москве. И, к сожалению, уже в значительной степени большая часть, значительная часть производства потеряна и в Ленинграде, и не в Санкт-Петербурге. Есть, конечно, там производство, и в Москве есть, но мы знаем ситуацию, что произошло с АЗЛК «Москвич», что произошло с ЗИЛом в Москве. Это, конечно, совершенно неправильно. Огромные города с огромным потенциальным трудовым потенциалом, с огромным количеством рабочих рук, производство выталкивают. Выталкивают за пределы Москвы, выводят вообще еще дальше в другие регионы. Конечно, это неэффективно. Получается, огромный конгломерат, Москва там 12-15 миллионов, спорят сколько. В Санкт-Петербург около 5 миллионов человек. Ну, Краснодар растет очень быстро. Пожалуй, Екатеринбург только в Сибири относительно успешно развивается, там можно это хоть поддержать. Но это же за счет населения этих городов растет, больше всего не за счет естественной рождаемости, увеличения рождаемости, а за счет того, что вытягивается рабочая сила из регионов. А производства сосредоточены в регионах. Вот еще одна причина, почему не хватает рабочих. То есть, первое, это просто маленькое население нашей страны. Второе, это то, что выкачивается в города, а в городах рабочие часто перестают быть рабочими. То есть, они не работают многие на производстве уж. Они в обслуживающем персонале, они там работают в такси, там, ну, в сфере услуг. Сфера услуг и то, что направленный человек. Они не работают в материальном производстве. Это, конечно, очень сильно тормозит развитие производства в России. Ну, возникает вопрос вот по противоречии. Как его разрешать? Противоречие того, что безработица с одной стороны, с другой стороны, недостаток, количество недостаток рабочих. Ну, и значительная степень качественная структура. Структура тоже не соответствует часто тому, что нужно для производства. Для этого нужно это противоречие разрешать на уровне всего государства. Нужна программа развития не просто экономического, а социального развития всей стороны. В социальное входит и экономическое. Подобная попытка была произведена в 2008 году. Была концепция. До 2020 года мы уже об этом говорили. Мы говорили о том, как проигнорировали, просаботировали выполнение этой концепции. По этой концепции сейчас зарплата должна была быть уже где-то порядка полутора тысяч долларов. Средняя. Ну да, да, средняя. Средняя заработная плата. Пенсии значительно в несколько раз выше, чем сейчас. Ее стараются вообще не упоминать. Если вы найдете где-то в газетах упоминание про то, что 2020 год и закончился. Мы как раз, у нас была запись в 2020 году, когда закан, я так шутил саркастически, пытался шутить саркастически, как это, чтобы 2020 год не закончился, может еще успеет ее выполнить. К сожалению, нет. Там много было позитивного, наряду с отрицательными моментами. Нужна, но это была концепция, это еще не была программа. Нужна единая программа развития страны. Некоторые могут возразить, коллеги, иногда товарищи могут возразить, как это капитализм, и какая тут программа. Капиталисты же что, стихийно? Они что хотят, то и делают. Да ничего подобного. Давно уже не так. Как только монополии возникли, в конце 19-го, начале 20-го века, возникла усиленная потребность в планомерности, в том числе и в капитализм, в капиталистическое общество. И она в той или иной степени реализуется. Программы, почти что планы есть во Франции. Программы есть у европейского сообщества. Программы есть в Японии, программы есть в Соединенных Штатах. Не просто набор программ, а есть единые программы. В России программы нет. Ну, про Китай понятно, у них план. У них пятилетний план. К сожалению, только пятилетний. Нужен там 15-летний, 20-летний план для развития Китайской Народной Республики. Оно было бы еще более успешным. В России нужна долгосрочная программа развития всей страны. В России, по разным данным, от 40 до 60% имущество находится в государственной собственности. Это линия оснований. Если собственность одна, налаживайте не то, что программирование, налаживайте планирование. И тогда у вас будут успехи и с перемещением производительных сил, и с созданием предприятий. К сожалению, еще идеология наших капиталистов такова, но не всего класса капиталистов, что она преимущественно против этого. Она считает, что рынок все порешит. Но он... Порешит. Не порешает, а порешит. Да, это шутка уже известная, да, это многие уже так шутят, что порешил, уже много, что порешил. То есть, нужна программа. Ее пока не делают, эта программа. То есть, у нас класс капиталистов к этому еще не созрел. К сожалению. То есть, там много умных людей среди капиталистов, но их цель это максимизация своего капитала. Она не ставит цель развития страны, а должна быть единая воля всего класса капиталистов на развитие страны. К этому подталкивают нас внешние обстоятельства. Конфликт с центрами империализма Соединенными Штатами. То есть, наш класс капиталистов уже много что осознал. Уже понял, что либо он будет верхушкой его будет просто-напросто перестанет быть капиталистами, либо, не дай Бог, уничтожено будет физически и до этого может дойти, если будет поражение серьезное. Вот. И либо будет свое производство как основа военной мощи России, которая сохраняется в советские времена еще. И даже есть успехи некоторые в этой власти. либо будет поражение. И тогда просто-напросто капиталисты из так называемого западного мира, правильно сказать, из центра империализма, они просто-напросто захватят все, что они давно хотели захватить. И сколько говорят о несправедливости того, что вот 142 миллиона человек владеет самой большой территорией в мире. Это же несправедливо они считают. Как это так? Мы тут ютиемся, понимаешь ли, в городах и городках Европы западной нам тесно, а вот у них там такие территории, такие богатства. Маргет Тэтчер дошла до такого цинизма, что вот а хватит там сколько, 20 или сколько миллионов человек, чтобы обслуживать эти трубы. Там эту бензоколонку вот эту. То есть класс капиталистов у нас только сейчас созревает идейно и организационно к тому, чтобы заставлять отдельных капиталистов следовать в русле интересов всего класса капиталистов. То есть у класса капиталистов коренные интересы совпадают с отдельными капиталистами, но это совпадение оно должно реализоваться в той же программе, то есть в единой политике развития производства, материального производства в России. Это выгодно всему классу капиталистов. А отдельным капиталистам выгодно урвать и вывести. По разным сведениям до 200 миллиардов имущество на примерно 200 миллиардов долларов уходит из страны каждый год. Безвозмездно, то есть даром. Это нельзя называть вывозом капитала, это вывод капитала. Это даже не капитал. Это вообще не капитал. У нас слово капитал очень любят использовать в разных материнский капитал, человеческий капитал, отцовский капитал сейчас хотят ввести, социальный капитал, еще что-то. если понятие капитала использовать, надо использовать это в научном смысле. Не просто в разговоре, а если идет речь о поиске истины, то надо использовать это в научном смысле. Это не капитал, это вывод материальных ценностей. Тогда по-другому становится вопрос. Тогда надо смотреть уже уголовное право. Ага, выявили материальные ценности. Что, где взяли? Куда ушли? Насколько это законно? Вот так надо ставить вопрос. Если 200 миллиардов, примерно каждый год, никто точно не знает. Там есть сведения порядка 60-70 миллиардов. Реально выводится гораздо больше. Не все проходит через банки. Это не только в денежной форме. Наверное, большая часть не в денежной форме. Даже можно поставлять какой-то материальный продукт, там продавать своей же фирме, какой-нибудь офшорной, за какие-то по небольшой цене, которая окупает только затраты минимальные, потому что зарплата у рабочих маленькая в России. А потом этот же торговый дом перепродает по той цене, которая сфермирует, то есть, может быть, в 2-3 раза дороже. А деньги остаются там. То есть, деньги даже границу не пересекают Российской Федерации, из банка российского не переходят в какой-то банк другой. Хотя есть и прямые переводы денег. У нас очень либеральное здесь законодательство пытается сделать по-другому. Но мы говорим сейчас прежде всего о том, что не хватает рабочих в России. И решение это первое это создание программы, единая программа, которая предусмотрена будет полноценное воспроизводство рабочих. Но ждать этой программы, просто ждать, сидеть и ждать, ну надо программу создать, вот они создадут, мы подождем. У рабочего класса России этого времени нет, потому что он уменьшается. Он еще достаточно большой, гораздо больше, чем в царской России по численности. Но этого времени просто остается не так много, может быть десятилетия, полтора десятилетия от того времени, когда эти процессы уже труднее будет восстанавливать рабочий класс России. То есть основная надежда на то, что сами рабочие организуются. давайте посмотрим на этот вопрос с позиции рабочего. Что волнует рабочего? Его волнует зарплата, условия труда, продолжительность рабочего времени и скажем так социальные блага вокруг его семьи. Ну если взять совсем так вот, самого обычного простого рабочего. Мы видим сейчас, что заработная плата у нас, по крайней мере в промышленности, предблизилась к порогу выживаемости человека или его семьи. То есть мечта капиталистов, чтобы платить людям столько, чтобы они просто не умерли с голоду, она у нас сейчас воплощается на глазах. То есть зарплаты традиционно невысокие в России сейчас уже в общем-то упали до вообще каких-то там нижайших пределов. Второй вопрос работа. То есть российские рабочие работают больше своих товарищей в Европе, да уже и в Азии наверное во многих. То есть у нас переработки это как бы обыденность. Люди вынуждены выходить на подработки, идти таксовать каким-то образом. Девять с половиной часов. Это только на основной работе. А еще есть шабашки, а еще есть выходные, когда люди подрабатывают. Третья работа. Третья это недоступность социальных услуг таких как бесплатных, скажем так. Да условно бесплатных, назовем их как у нас сейчас говорят они доступные услуги. слова бесплатные уже нет. То есть это касается медицины и образования, когда если ты хочешь получить качественную медицину и качественное образование, ты вынужден платить. Соответственно, рабочий оказывается в ситуации того, что какой смысл ему работать, когда скоро проезд будет, как денег на проезд будет доходить больше, его зарплата. величина заработной платы это ключевой момент. Но вы с точки зрения отдельного рабочего. Да, вот посмотрю с позиции вы назвали с этой позиции, оно во многом совпадает с коренным интересом всего рабочего класса. Да. Потому что в коренных интересах рабочего класса это чтобы зарплата была на уровне стоимости рабочей силы и даже может быть выше с целью дальнейшего развития. Конечно. Для многих это непонятно в чем здесь разница вообще заработная плата и стоимость рабочей силы. Стоимость рабочей силы она если правильно ее считать туда надо включить все что необходимо для нормального воспроизводства рабочего. В широком смысле этого слова. Рождение детей не менее трех человек потому что два человека не восстанавливают полностью народонаселение страны то есть трое детей многие товарищи посчитали эти цифры приблизительно это ясно что это денежная оценка стоимости рабочей силы стоимостью невозможно посчитать в рублях стоимость это затраты труда которые необходимы для полноценного воспроизводства рабочих но посчитали в денежной форме это приблизительные подсчеты но от регионов зависит конечно как но суммы все давно за сто тысяч рублей сто пятьдесят тысяч рублей больших городах где дорогое жилье далеко за двести тысяч рублей и сразу начинают а как это не может быть обыватель что сразу скажет да ну это же нереально это сколько это много это получают сорок а считают там на двести насчитали возьмите посчитайте на сайте фонда рабочая академия эти подсчеты есть покритикуйте посмотрите если взять одно жилье это уже не меньше семидесяти тысяч если город средней величины не меньше семидесяти тысяч в месяц ипотечный кредит да потому что ипотека это купи одну квартиру по цене двух а может быть уже и трех 20 лет будешь работать на этот банк по сути дела то есть кто-то из банкиров себе еще две квартиры можно спокойно купить пока ты покупаешь эту одну квартиру автомобиль там сейчас цены вообще взлетели просто миллион это обычный самый автомобиль самый элементарный гидроусилитель механическая коробка передач отечественного производства это уже миллион опять же опять же кредит автокредит автокредит то есть если отдых платное образование платная медицина посчитать это уже товарищи многие посчитали это действительно за 150 и более тысячи рублей в месяц каждый то есть и муж и жена вдвоем каждый по 150 и что интересно когда разные социологические фирмы проводят опросы по ожиданиям по зарплате какие бы хотели зарплаты по желаниям вы знаете да приближаются цифры к этим величинам это не потому что кто-то жадный а потому что это реальный расчет реальный расчет того что необходимы почему могут жить на меньшие деньги ну потому что есть квартиры бабушкины дедушкины наследство старые квартиры старый фонд который нуждается вообще часто ветхий фонд люди живут переуплотненно рабочие многие живут в общежитиях ездят на вахты то есть там у них свое служебное жилье в виде там вагончиков или еще каких-то довольно-таки недорогого жилья явно 5-7 человек в одной квартире маленькой живут когда на вахты ездят или вообще в каких-то служебных помещениях такого типа вагончики и сейчас какая средняя заработная плата по стране посчитали 51 тысяча рублей да это последние данные 51 с небольшим 51 и 4 посчитали по большему кругу те кто работает то есть взяли примерно оценку по тому кругу который не фиксирует статистика серыми черными зарплатами прикинули 42 тысячи рублей взяли ну 42 ну тоже вроде народ не верит то что многие получают меньше взяли такой пошли на очередную хитрость посчитали медианную зарплату да медианную народ сразу напугали термином медианная на самом деле понять здесь не сложно это медианная зарплата это означает что 50% работников получают меньше этой суммы а 50% работников получают больше этой суммы она оказалась меньше 32 тысячи рублей а почему теперь медианная раньше считали раз в два года теперь будет считать каждый портал почему да потому что от этого сейчас будет зависеть величина прожиточного минимума раньше считали минимальную зарплату натуральным образом то есть посчитали сколько там норма носков сапог питание почему очень все это настолько когда список это публиковали конечно нищенский список просто ниже действительно это не бедность нищета то есть минимальная заработная плата теперь 32 тысячи это медианная заработная плата это уже ближе немножко к реальности если не брать большие города это где-то но тоже не все получают в чем причина причина любой скажет это жадность капиталистов да но не глубинная причина жадность капиталистов была всегда и будет всегда эту жадность можно тоже ограничить может ограничивать кто правительство государство тоже буржуазное но оно в этом не думаю что преуспеет а второе кто может это ограничить только организованные рабочие трудовой коллектив получается организованные рабочие я вот на этом настаиваю что именно организованные рабочие трудовой коллектик директор входит в замдиректор входит трудовой коллектив но тоже входит потому что они тоже трудятся нельзя сказать что директора не трудятся причем многие директора хорошо работают развивают производство есть очень достойные кадры в России у нас всегда было в России много умных руководителей но всегда недостаток Умных много, разумных мало. Умный – это тот, кто умеет ставить и решать задачи, а разумный – тот, кто стремится и способен найти истину и воспользоваться этим знанием, развивать себя, развивать других. То есть ум и разум – это не одно и то же. То есть умных много, разумных мало. Раньше я полагал, что можно убедить как-то. Написал целую монографию в свое время. В этой монографии я ее полистал в подготовке к сегодняшней беседе и нашел страницы. Эта монография написана в 2009 году, издана Санкт-Петербургским государственным университетом. А написана она раньше, естественно. Это она издана, напечатана. Вот открываю 113 страницу. Более существенным фактором роста заработной платы становится обостряющийся дефицит квалифицированной рабочей силы, особенно непосредственных производителей, ну то есть рабочих. И вот таких я посмотрел, у меня о дефиците рабочей силы, но очень много написано. И ни у одного, только лишь у меня это написано. То есть уже тогда, в прошлом десятилетии, уже позапрошлом десятилетии, некоторые ученые четко понимали, что в России не хватает рабочих. А в этом писали, тогда над этим некоторые посмеивались высоко, в том числе из ученого мира. Какой дефицит, если там за забором стоит очередь? А сейчас видят, нет очереди. У нас тут несколько предприятий рядом. Вот птицекомбинат. Раньше никогда на баннерах не видел, что требуются рабочие и другие работники. Сейчас баннеры вывешивают. Вывешивают баннеры 6 на 3. Требуются рабочие, требуются рабочие. Конечно, под этим давлением дефицита рабочей силы, конечно, несколько поднимается заработная плата. Но она поднимается где-то в пределах инфляции, не более того. Чтобы реально выходить на те величины, которые обеспечивают нормальное воспроизводство рабочей силы, нормальное развитие работника, опять же, как римляне говорили, карфаген должен быть разрушен. Вот так я без конца повторяю, не только я, но и наши товарищи повторяют до тех пор, пока это не будет воспринято значительной частью рабочих. Только от организации рабочих зависит реальный уровень заработной платы. Есть успехи определенные, их не так много, но они четко доказывают, что иногда в 2-3 раза поднимается заработная плата. Есть эти ресурсы. Если есть 200 миллиардов долларов, имущество на 200 миллиардов долларов, которое выводится из страны, если многие капиталисты и их приспешники, там всякие так называемые звездочки и так далее, и так далее, имеют миллионы и миллионы долларов, не приловяя к этому особых усилий, просто получая это ввиду каких-то обстоятельств, там либо наследования, либо кто-то там прославился в интернете. Эти средства, значит, есть. Да. И чем больше останется у рабочих, чем больше рабочие завоюют, тут надо говорить уже о завоевании заработной платы. Мы красиво рассказываем про коллективный договор, что необходим коллективный договор, что это правильно совершенно. Но за это надо бороться. И никто, эту задачу никто, кроме рабочих, не выполнил. Помогать рабочим готовы те интеллигенты, которые стоят на позициях рабочего класса. Помогать, ну как помогать? Рекомендациями, советами, где-то в организации помочь. Но за рабочих никто этого не сделает. Я вот задумался несколько лет тому назад, а почему рабочий класс в России так медленно организуется? Действительно. Вот сейчас организация рабочего класса России отстает от организации рабочего класса в Казахстане. Ну вот западноевропейская организация рабочего класса, ну точно, отстаем давно уже. Почему западноевропейским, довольно понятно. Там не было расслабляющего влияния КПСС в свое время. Ведь в свое время, ну КПСС в значительной степени все-таки уважительно относились к рабочим. Заработная плата рабочего в советское время, даже в поздний период, она сопоставима заработной платой главного инженера. Квалифицированный рабочий мог получать столько же, иногда и больше. И многие очень люди, которые способны к образованию, не шли дальше учиться, заканчивали ПТУ, техникум заканчивали, шли в рабочие, получали квалификацию, замечательно работали. И заработная плата была 350-400 рублей, ну у директора 350-400. То есть не надо было бороться. И настолько это расслабило организацию рабочего класса, профсоюзы настолько привыкли быть под партией и под директором, что эта тенденция продолжается до сих пор. Это не психологическая причина, а причина в данном случае объективная. Рабочий класс России, который совершил первую в мире успешную коммунистическую революцию, который построил, создал первое в мире коммунистическое общество, первой фазе его развития, то есть фазе социализма. Это рабочий класс, точнее говоря, потомки этих тех рабочих, которые отстояли родину, наши великие предки. В большинстве своем это рабочие и колхозники, нельзя назвать крестьяне даже, колхозники, тоже рабочие, сельхоз рабочие, которые работали в колхозе, отстояли нашу родину, спасли родину, дали возможность нам просто родиться и жить, нашим отцам, матерям, и нам, значит. А вот потомки рабочих, то, что там, при Кае рабочих, еще что-то, я говорю о факте. Настолько оказались здесь зарорганизованы, настолько оказались подавлены этой контрреволюцией, то, что и психологически. Ведь некоторые отряды рабочего класса России поддерживали капиталистов, тех, кто, контрреволюционеров, точнее говоря. Контрреволюционеров поддерживали, касками стучали на известном мостике, за Ельцина. Как польские рабочие в солидарности поддерживали реставрацию капитализма, так и часть рабочего класса России поддерживала восстановление капитализма. Это же просто трагическая ошибка, если мягко говоря. И, конечно, потом период действительно с большой безработицей, с огромной инфляцией. Это, разумеется, подавляет волю. Должно пройти определенное время, и не только время, должно, может быть, постепенно забыться это поражение. Не в смысле забыть поражение, а вот психологически от этого отойти. И эта организация постепенно происходит. Она может незаметно тем, кто не занимается этими процессами. А те, кто изучает эти процессы, видят, что рабочие постепенно организуются. И, конечно же, надо пройти через самые, может быть, примитивные формы борьбы экономической. Потом на основе этих примитивных форм развить более такие передовые формы в виде заключения коллективного договора, который выгоден рабочим на данном предприятии и другим работникам. И затем уже следующим этапом сорганизовываться рабочим в объединение рабочих, то есть делегировать представителей трудовых коллективов в организации, которые наши предки великие создали. Эту организацию, это называется Советы. И по мере нарастания этого, конечно, это будет все больше и больше успехов. И наш класс капиталистов, он тоже своеобразный. Он тоже пережил эту родовую травму, можно сказать, реставрации капитализма. Он тоже не тот, не те капиталисты, которые на Западе. Они знают революцию очень неплохо. Они знают о мощи рабочего класса, когда он сорганизовывается. И наверняка пойдут на многие уступки для того, чтобы только сохраниться. Самый разумный из них мог бы стать на сторону рабочего класса. Ведь рабочего класса все равно 25 миллионов. Сколько у нас капиталистов? Я не говорю мелкий предприниматель, индивидуальный предприниматель. Это мелкая буржуазия. А возможен и тактический союз с мелкой буржуазией. Ну это было. Рабочий класс только с мелкой буржуазией вместе, то есть с крестьянством, которое там было, это мелкая буржуазия в России. Победили в гражданской войне. И строили социализм. То есть именно организация рабочего класса, она неизбежно приведет вопрос когда и вопрос как. На самом деле у России два пути. Один путь нынешний, который сейчас идет, такого стихийного, в большей части стихийного развития. Есть моменты, конечно, уже и сейчас моменты планомерности. И сейчас уже часть буржуазии, и в том числе руководители, которые поставили, представители буржуазии на самом верху, они понимают, что надо планомерно внедрять в военно-промышленном комплексе, строить новые предприятия, заводы, восстанавливать производство самолетов, гражданских самолетов. Есть определенные, не надо сказать, что все плохо. Есть моменты. Есть моменты эти. Но только организация рабочего класса вначале в экономической борьбе на своем предприятии, за свою зарплату и за условия труда. Условия труда – это коренной вопрос, даже более важный, чем заработная плата. Многие рабочие не доживают от пенсионного возраста. Почему? Тяжелые условия труда. Переработки, систематические переработки. Необходимо выставлять требования во время коллективных трудовых споров, коллективных действий, не только по росту заработной платы. В общем, рост заработной платы должен быть не индексации, а индекс инфляции плюс еще процентов 10-20, а то и 30. Так, чтобы лет за 10 достигнуть стоимости рабочей силы. А у нас рабочая стоимость рабочей силы в 2-3 раза выше, чем заработная плата. То есть вот за 10 лет, если пробежать этот путь, это Россия будет одной из самых развитых стран. Речь о коренном таком моменте, как продолжительность рабочего времени, продолжительность рабочей смены. Сейчас официально у нас 40 часов в неделю. У нас сейчас даже нет того, чтобы у нас даже не ограничено 8-часовым рабочим день. То есть можно там 12-часовый рабочий день, но за неделю 40 часов. И эти 40 часов означают, ну если просто делим на 5 дней, это обычная 8-часовая смена. Ну и большинство по традиции это придерживается. Реально 9,5 часов с учетом сверхурочных. То есть надо прекращать сверхурочные. Одно из основных требований – прекращение сверхурочных. Это задача минимум. И второе – это уменьшение продолжительности рабочей смены. До 7, а потом и до 6 часов. Можешь сказать, о, так это не произведут, это же экономика рухнет. Но почему, когда работали в первой пятилетке, 7-часовой рабочий день был, экономика поднялась ну в разы просто-напросто. Потому что внедряли технику, увеличили признанность труда. И здесь мы подходим к вопросу производительности труда, к коренному вопросу, который связан и с продолжительностью рабочего времени, и с заработной платой. Потому что, скажем так, буржуазная пропаганда многие десятилетия рассказывают тому же российскому рабочему о том, что ты получаешь мало, потому что ты плохо работаешь. Плохо работаешь, у тебя низкая производительность. Да. Вот что, и как будто в этом виноват рабочий. Ведь на экономических форумах я частенько слышу, когда капиталисты выходят и говорят, ну, уходите вы зарплату. А вот у вас низкая производительность труда. А разве это задача рабочего увеличивать свою производительность труда? Ведь это задача работодателя, я начну, ну, работа... Взять капиталиста. Да, капиталиста. Да. Это вопрос очень существенный. За столетия примерно, я прикидывал по статистике, в России производительность труда увеличилась в сто раз. В сто раз. При том, что войны были, гражданская война, отечественная война, контрреволюция. А продолжительность рабочего времени увеличилась. То есть, была восьмичасовая смена установлена рабочими явочным порядком после февральской революции. Рабочие в Петрограду установили в восемь часов. Потом декретом большевики установили восьмичасовой рабочий день. Потом семичасовой рабочий день. Ну, правда, шесть дней в неделю работали. А сейчас девять с половиной часов на одной работе. Получается, в сто раз производительность возросла, работают больше по времени. Это, получается, весь эффект достался капиталистам. в виде прибавочной стоимости. Да. То есть, прибавочная стоимость возросла неизмеримо просто больше, чем в сто раз. Это точно. Примерно за сорок минут современные российские рабочие дорабатывают столько продукции, которая соответствует его заработной плате. За сорок минут остальные почти что девять часов, ну, восемь с небольшим, он работает в частую на капиталистов. Я вам скажу, с точки зрения производства прибавочной стоимости это сверхпроизводительно. То есть, российский рабочий один из самых производительных рабочих с точки зрения производства прибавочной стоимости в форме прибыли, в других формах для капиталистов. Поэтому не случайно многие капиталисты здесь имеют предприятие, живут за рубежом, сюда приезжают как на своеобразную вахту, только такая. Не в счетовом домике, не в вагончике, там, других ипостасях, где-нибудь там на Рублевке или еще где-нибудь, они вахту свою проводят. Потом уезжают опять. Многие из их близких, родственников уже там. То есть, на самом деле с точки зрения технологической, производительность многих наших производств ниже, чем в наиболее развитых странах. И уже ниже, чем в Китае. А с точки зрения производства прибавочной стоимости, с точки зрения нормы эксплуатации, одна из самых высоких норм эксплуатации, если не брать самые слаборазвитые страны Африки и Азии. И Азии. Типа Бангладеш, там, не знаю, Клонга, других стран, самых таких экваториальных стран Африки. и если даже заработная плата рабочих увеличится в России, будет увеличена усилиями самих рабочих в упорной борьбе в три раза, это не подорвет капитализм в России. Более того, начнут более интенсивно внедрять новую технику, более производительную. Сейчас еще один миф создан, что будет робототехника, и там всех там рабочих не нужны почти что будут, что заменят роботы, куда девать этих рабочих? А что за проблемы? А почему разум наших капиталистов и их идеологов не дойдет до, не разум, а ум, не дойдет до того, чтобы быть разумными? Ну, внедряйте робототехнику. У вас три смены по восемь часов. Ну, например, на конвейере там робототехника внедряется, по производству автомобилей, покраска, сборка уже, но сделайте четыре смены по шесть часов, рабочий будет меньше уставать, он будет более здоровым, он будет реже болеть, он будет с большим интересом относиться к работе, будет определен внедрение предложений от рабочих за шесть часов, а пусть он час получится, вот шесть часов, но в час он еще получится методом более современных различных навыков работы, навыков управления бригадой, взаимодействия в коллективе, почему этого не сделать? Навыков работы в профсоюзе, это сами рабочие компоненты капиталисты не даст такой возможности, но шесть часов работаешь, час-два занимаешься собственным развитием прямо на производстве вместе со своими товарищами. В конце концов может упасть интенсивность труда, она может даже возрасти. Если работаешь восемь часов, интенсивность труда невозможно выдержать. Интенсивность труда это количество энергии, которое тратится в единицу времени, во время трудового процесса. А когда работаешь шесть часов, даже интенсивность труда может быть повышена без ущерба для здоровья. Ну какие-то моменты. То есть шесть часов потом отдыхает рабочий, а если потом будет четыре часа, говорит, робототехника везде заменит, некуда будет девать работу. А зачем толпы миллионов недовольных, которых выгнали с работы роботы, зачем? Сделайте четыре часа. Этот человек за четыре часа произведет вам через некоторое время столько, сколько он произвел за восемь часов. Тут что они там все позаменяют? Роботов надо обслуживать, роботов нужно собирать, производить. И производить. Кстати говоря, робототехника часто не самая эффективная в производстве. Автоматизация задолго до робототехники была. Те же роторные линии, на которых производили патроны, они же сотни, тысячи раз были эффективнее, чем производство штучное. На это можно в ответ сказать, что развитие нейросетей и искусственного интеллекта так называемого скоро приведет к отмиранию профессии арт-директора и приведет к отсутствию необходимости капиталиста. Я думаю, что автоматически это никак не получится. Никаких профессий, я думаю, мир движется путем усложнения. Книга не вытеснила, кино не вытеснило театр, телевидение не вытеснило полностью кино, интернет не полностью вытеснит то же телевидение. Он не вытеснил ничего. Нет, где-то замещается, какие-то развития не идет сейчас. Есть попытка создать такие теории, во многом наивные, но так красиво изображенные, что будет такое развитие, что просто рабочих не будет на производстве, ну и тогда эксплуатации не будет. Никаких рабочих. На самом деле рабочие будут всегда. Пока будет человечество, будет рабочий. Но одно дело рабочий, который одновременно занимается и физическим, и интеллектуальным трудом, физическим, допустим, два часа, интеллектуальным пять часов, он уже в большей степени не рабочий. Но он выполняет определенные рабочие функции. Материальное производство будет всегда, потому что мы должны, простой факт такой, мы должны что-то есть, мы должны во что-то одеваться, мы должны где-то жить, мы должны на чем-то ездить. И это будут всегда производить рабочие. Но рабочий может просто работать не восемь часов. Если большую часть времени человек занят не физическим трудом, а трудом интеллектуальным, то в этом смысле он уже интеллигент, но сочетающий с рабочим. то есть нужно человечество все равно пойдет по этому пути, но это очень через борьбу, естественно, когда большая часть человечества будет занято и физическим, и умственным трудом. Сочетание физического и умственного труда. Хорошо, труд космонавта. Это что же труд? Вот трудятся, там даже производят уже какие-то кристаллы. Это труд? Это какой труд? Физический или умственный? Если он сам кристаллы эти вот, ну, работает с аппаратурой, это же физический труд, но и умственный труд. Вот труд космонавта это вот прообраз будущего рабочего, одновременно работника интеллектуального труда. Может те же два часа работать рабочим, а потом просто заниматься тем, что иным, чем нравится не монотонно, например, рисовать картины. Это кто, художник или рабочий? Большой вопрос, скорее даже уже художник. Да если большую часть времени он занимается не физическим трудом, то это уже преимущественно не рабочий. Это переходное состояние. Почему вот у нас в Западной Европе, в наиболее развитых капиталистических странах, огромное количество населения, которое живет за счет того, что работают рабочие, они не работают, они выведены из сферы материального производства. И у нас такое происходит. Сейчас пропаганда сферы услуг и так далее. Почему не разделять в большей степени трудности физического труда, он труден все-таки, более труден, чем интеллектуальный, и более опасен часто, то почему не разделять между большей частью населения? Это было бы справедливо. Тем более, это вопрос даже не справедливости, а эффективности. Если человек работает три часа в день, пришел, поработал на станке три часа в день, то он это сделает без особого ущерба для своего здоровья. А если это находится еще в какой-то вредной, все равно будет вредное производство. Всегда будут вредные производства. Одно установили у нас на заводе установили 12-часовые смены. Ну, там, понятно, с соблюдением того, что 40 часов в неделю, но 12-часовые смены, это 12 часов находиться в условиях химического производства. Плюс туда, пока приехал, пока переоделся, потом уехал, все 13 часов. Это же для организма плохо. Это плохо тем, что нет ритмичности, что ты сначала два дня отдыхаешь, а потом дня два работаешь на износ. Лучше же работать хотя бы... А переход день-ночь? Да, день-ночь. То ночь, то день, то ночь, то день. Это же нарушение ритма жизни и ущерб для организма. То есть именно уже нас тоже мы беседовали об этом и пришли к такому выводу, что Россию спасет рабочий класс. Осознавший свой интерес. Осознавший интерес и неорганизовавший. Неорганизовавший. Который создав свою партию и такая партия в становлении есть. Рабочая партия России это единственная партия, которая четко совершенно на позициях рабочих находится, в которой решение принимает рабочие. И она небольшая, это организация, это не партия юридически это организация общественная, но только у рабочей партии России четкая программа марсистско-ленинская, четкая задача сокращения продолжительности рабочего времени без уменьшения заработной платы, а сейчас некоторые товарищи правильно ставят просто увеличение заработной платы. почему надо без уменьшения? Надо с увеличением. Да, 6 часов, но с увеличением заработной платы. Она же низкая заработная плата. Вот. И условия труда, и четко есть понимание, как действительно создавать социализм в России. То, что социализм будет в России и в других странах мира, ну, это историческая перспектива неизбежная. Сейчас даже условия несколько стали более такие более удобные, ну, не более удобные, а условия сейчас более благоприятные. Потому, что социалистический Китай, да, в переходном периоде от капитализма к социализму, но государство социалистическое. И сейчас уже есть варианты мирного перехода власти. Кстати, Октябрьская революция была бескровной, мирной. Да потом контрреволюция возбудилась и пришлось воевать с ней. Тот же Краснов же обещал, что он не будет воевать против советской власти. Не сдержал слова офицера. а многие члены временного правительства работали на советскую власть, они обещание свое выполнили. Кто-то ушел в сторону, а кто-то прямо-прямо пришел к руководству советской власти, готовы работать и принесли пользу уже России в форме советской России, Советского Союза. Когда рабочий класс соорганизуется, в большей степени чем сейчас, сейчас это только начало процесса идет, мы увидим, какие титанические изменения произойдут в России в лучшую сторону. Насколько улучшатся условия труда, насколько может спокойно возрасти заработная плата, просто уменьшатся потоки денег на запад. У нас то, что сэкономили на пенсионных реформах, еще на каких-то... У нас удивительная способность российской капиталистической экономики выбрасывать материальные ресурсы в другие страны. Просто удивительно. Вот что такое, что-то появится, капиталисты быстро находят применение вне России. Поэтому не надо удивляться, что такое медленное развитие. Я приводил уже пример, как можно в экономику России без всякой фантастики, без всяких обещалок 5 триллионов рублей инвестиций в год вводить. Это элементарное регулирование амортизационных использований, амортизационных отчислений. У нас амортизационные отчисления 5 триллионов миллиардов я сказал, триллионов рублей. У нас бюджет небольшой 15-18 триллионов рублей, ну 20 даже. Это по году, мне вырос, за счет инфляции часто этот рост идет, номинальный рост. То есть 5 триллионов рублей можно ввести в экономику. Это то, что потратили, то, что какой износ был техники, этот износ должен быть компенсирован, должна быть куплена новая техника, построена новые здания и сооружения, или обновлены старые. Для этого есть амортизационный фонд. Эта сумма входит в цену. То есть капиталист, когда продает товар, там уже сидит доля амортизационных отчислений. Большинство капиталистов из этой доли очень мало тратят реально на восстановление производства, на то, чтобы купить новые изношенные, заменить изношенные станки, оборудование, отремонтировать здания, сооружения. Очень мало. А если эти 5 триллионов, 1 триллион допустим, используются на цель, которая нужна, вот эта цель, которая есть, на восстановление средств производства, здания, сооружения, оборудования, а 4 триллиона куда деваются? Сверхпотребление? Это немного. Это, представьте, 4 триллиона даже сверхпотребление. Ну, пусть там какой-то полтриллиона, а остальные это выводятся из страны. А если из страны каждый год, ну, постоянно, не каждый год, каждый год это считается постоянно высасывать вот эту кровь экономическую, то есть это материальные ценности, то какое развитие может быть эффективным? Конечно же застой. У нас 2008 года в стране застой. То есть у нас уровень промышленного производства не достиг уровня 1991 года. То есть вот в 2008 году приблизились, 2008 году, после этого у нас застой. Подъемчик, падение, подъем, падение, подъем, падение, сейчас вот ковид, опять падение, еще что-нибудь найдут, какую-нибудь причину. То есть вот постоянно идет, но остаемся на уровне 2008 года. То есть уровень промышленного производства не пересек, не достиг уровня промышленного производства российской РСФСР в кризисном 1991 году. Это уже был кризисный год. Я бы еще добавил, что есть еще один источник увеличения доходов граждан, скажем, буржуазным термином. Это повышение зарплаты, прямое повышение зарплаты, потому что фонд заработной платы, как правило, на более-менее крупных предприятиях он мизерный. То есть он даже не сопоставим с прибылью. По-разному. Разные предприятия. Если это серьезные крупные автоматизированные предприятия, химического производства, то фонд заработной платы составляет просто какие-то проценты от всех затрат. 2-3-5 процентов, 6 процентов. Конечно, на предприятиях, где больше трудоемкость, там, конечно, больше. Но в той же, я уверен, в той же газодобыче, в нефтедобыче, там фонд заработной платы очень небольшой. По сравнению даже не с доходами, а просто с затратами, которые ведутся. Потому что высокое уровень автоматизации. И тропровод, все, он автоматически движется, газ автоматически движется, движется нефть. Да, конечно, ресурс, вот ресурс, когда говорят, денег нет, это вранье. 99 в случаях из 100 деньги есть. Они часто не в России, но рабочее движение может заставить реально произвести репатриацию средств в Россию. Вот наше государство не может это сделать. Создали какие-то офшорные зоны в Калининграде на Дальнем Востоке, не знаю, как там успехи, пока что-то не очень про это слышно. Может, кто-то и перевел туда свои, тоже офшор, то есть безналоговые. А вот рабочий класс, заставив увеличивать борьбе естественно себе заработную плату, он заставит даже те денежки, которые там лежат, сюда часть вернуть, потому что надо платить заработную плату, нужно сохранять производство. А прибыль, они все равно капиталисты будут получать прибыль. Я бы еще добавил, что это абсолютно законные действия, даже по буржуазному закону. Если мы возьмем трудовой кодекс, он дает рабочим коллективным рабочим дает массу возможностей для решения своих задач. И в данном случае скорее даже капиталисты, когда они не индексируют зарплату, не повышают ее. Индексировать это не совсем правильный термин. Вернее, этот термин может правильно, но он не приведет к позитивному развитию. Не индексируют и не повышают, а часто и понижают заработную плату. Всегда находятся возможности срезать то, срезать это, на это идут капиталисты. Они скорее выступают против буржуазного права. В своих интересах даже против буржуазного права может они не очень-то выступают, но против интересов совокупного капиталиста выступают однозначно. Есть противоречия между интересами совокупного капиталиста, то есть всего класса капиталистов вместе с государством, кстати говоря, капитали-буржуазным государством и интересами отдельных капиталистов. У нас в России очень своеобразная ситуация. У нас большинство капиталистов в большинстве случаев действует против интереса совокупного капиталиста. То есть у нас совокупный капиталист еще не умеет в значительной степени, не хочет, не научился, не хочет учиться руководить капиталистами с той целью, чтобы капиталисты реализовывали интересы совокупного капиталиста. Потому что в интересах совокупного капиталиста, чтобы у нас был рабочий класс, чтобы он развивался, чтобы он рос, чтобы он получал нормальную зарплату. Это все в интересах капиталиста. Если зарплата будет увеличена от 3 до 5 раз, у капиталистов все равно будет прибыль. Это будет надежная прибыль. То есть это будет прибыль на современном производстве. Это будет конкурентоспособное производство, которое способно конкурировать с китайскими предприятиями, с западноевропейскими предприятиями. Это будут предприятия, которые будут реализовывать свою продукцию по всему миру, потому что будут высокопроизводительные оборудования, на котором будут работать квалифицированные рабочие, которые будут работать 6 часов в смену, будут меньше болеть, дольше жить. Это увеличивает надежность самого буржуазного строя. Не хотят этой надежности. Вот не хотят. Позволяют капиталистам проводить не просто эксплуатацию, а сверхэксплуатацию, а доводят рабочий класс до крайности. И говорят, что там бунт будет, еще чего-то. Не знаю, бунт будет вряд ли со стороны рабочих. У нас другие есть деятели, которые бунты там провоцируют и пытаются их раскрутить. Но определенный ответ со стороны рабочих будет, этот ответ будет, естественно, в организации рабочих. И рабочие, когда соорганизуются, это процесс медленный, как мы видим. Но то, что происходит сейчас в мире, тектонические изменения, сейчас же первая экономика мира, это уже по объему производства, это китайская народная республика. И капитализм вынужден уже по ряду направлений просто-напросто отступать. Империалистический центр начинает сосредотачиваться, не случайно выводит войска из Афганистана. Подумает о других, там, из Ирака, Сирии. Почему? Он сосредотачивается. Он понимает, что он сейчас уступает во многом китайской народной республике. И когда говорят, что империя рухнет скоро, соединенных штатов, там, ну, не надо обольщаться. Это мощная система еще. Но уже исторически она проигрывает. И в этих условиях, когда меняется так тектонический мир, когда страна социализма, и не только Китай, и Вьетнам, и держится Корейская народная республика, и маленький Лаос, и Куба со своими проблемами тоже держится. Крайне пока я уверен, что Китайская народная республика помогает Кубе. В этих условиях есть очень огромный мир, кроме мира империалистического, который все больше и больше прислоняется к Китайской народной республике. Капиталистическая Россия сейчас не просто партнерские отношения с Китаем, а гораздо глубже уже отношения. Капиталистическая Россия ради сохранения, ради сохранения класса капиталистов. Они это делают, они не ради сохранения рабочих, но они объективно вынуждены вступать, ну, практически в союзнические отношения с Китайской народной республикой. Хотя там тоже очень непросто, там борьба идет, мощная борьба, тяжелая борьба коммунистических, капиталистических началов, переходный период в Китае, не надо идеализировать ни в коем случае, надо исследовать все глубже и глубже то, что происходит в Китае. То, что сейчас происходит в Китае, от этого зависит все мировое развитие. Это объективно. А Россия с таким потенциалом огромным, территориальным, имущественным, природным, с пусть и небольшим населением, 142 миллиона, но в потенциальном союзе с Белоруссией, с среднеазиатскими республиками, надеюсь, что изменится ситуация в течение нескольких лет на Украине, и тоже, возможно, Украина станет союзническим государством для России. Это уже другое количество населения. И в партнерских, неправильно здесь говорить, и практически в союзнических отношениях с Китаем перспективы России очень и очень серьезные, но необходимо, чтобы рабочий класс организовывался и выводил Россию снова на магистральный путь мирового развития. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok